Диспетчеризацию, товарищи, я считаю архиважным делом в плане обеспечения всех слоев населения, ну скажем так, более-менее достойными, комфортными условиями эксплуатации жилья. Ну, запись программы происходит сразу после 22 апреля, и выражение архиважное, и что касается электрификации, которую мы заменили на слово диспетчеризацию, я считаю, это уместно, вполне уместно, и сегодня пятница в эфире национального телевидения программа «Один из нас», которая сегодня озаботилась тем, как ставят счетчики. Не на счетчик, это выражение не очень хорошее, да, а как ставят на счетчики? Я опять чуть бы не оговорился по фрейду. Как ставят счетчики? Дело в том, что по плану мы вот переживаем сейчас поэтапно введение мусорной реформы, которая централизованно во многих регионах протекает, и население в связи с этим испытывает, скажем так, определенные сомнения, трудности, возможно, даже. Но тот аспект, что мы просто с января начали платить на 40 рублей дороже, это, возможно, не все, что касается нововведений в ЖКХ. Дело в том, что в 2019 году, вот по первоначальному варианту, в 2019 году также были предпосылки, чтобы по стране в обязательном порядке были поставлены диспетчеризованные, вернее, ведущий централизованный учет, приборы учета в 2019 году. Слава Богу, включилась логика, и все это дело оттянули, но по самым близким подсчетам на 2024 год. Есть определенная дорожная карта, по которому весь жилой фонд должен быть оснащен, еще раз говорю, диспетчеризованными, то есть умными счетчиками. Как у нас работа ведется в этом направлении, я сегодня пригласил представителей трех крупных компаний, которые ведут работу в этом направлении, не дожидаясь, пока гром грянет, пока петух не клюнет, и заместитель руководителя регионального ведомства, который, в принципе, будет отвечать за это направление. Еще раз, с Виктором Романовым мы встречались и по вопросам такого, но так, получается, что самое сложное направление как раз курирует один из самых боевых представителей органов исполнительной власти. Но не секрет, еще раз говорю, о том, что население было пока, вернее, избалованное новостройками, ипотеками и так далее. Ну, посмотрим после июля, как будут дела продвигаться. Пока еще есть возможности получить новостройки, где уже стоят некоторые застройщики, ставят чисто по своей инициативе вот эти самые диспетчеризованные счетчики. В чем же отличие? Вот давайте, я проживал КПД, у меня не было никаких счетчиков вообще. Ну, стоял там электрический счетчик, который с грехом пополам. Можно ли это 80-х годов считать нормальными явлениями или нет? И переселяюсь в квартиру, где у меня стоят умные счетчики электричества, воды, горячее водоснабжение, газа, тепла, возможно. Давайте, в чем плюсы? Почему население должно все-таки, должно настаивать на том, чтобы они сами, управляющие компании, поставщики, ставили им в жилой фонд именно диспетчеризованные счетчики? Давайте. Ну, во-первых, установка приборов учета предусматривает именно правильность, ну, фиксация фактического учета. Это, в первую очередь, это дает потребителю информацию о том, что сколько он ресурсов потребляет. Если, допустим, сравнивать потребление без ресурсов, без приборов учета и с прибором учета, да, потом вот диспетчеризация, она дает прозрачность, да, прозрачность, потому что если... И удобство начисления, грубо говоря, за потребленные ресурсы, потому что у нас на сегодня по воде, где у нас по бездиспетчеризации сшляется, да, потребитель ежемесячно должен свои показания давать управляющей компании, либо ТСЖ, для того, чтобы им начислили факт потребления. То есть диспетчеризация уже исключит вот такие движения. Потом есть, ну, не факт, ну, как сказать, не скрываем того, что есть потребители, которые дают недостоверные показания приборов учета, да, желая тем самым, допустим, уменьшить свои расходы, например, да. То есть диспетчеризация уже сразу выявляет неисправность прибора учета, либо этот, ну, дает фактически потребленный ресурс. В этом, так сказать, очевидный плюс именно диспетчеризации и перехода на полный приборный учет всех потребляемых ресурсов. Ну, будем считать так. Если, еще раз говорю, в КПДжке 76-го года водоснабжение без счетчика осуществляется, нормативно считается, ну, примерно 200 литров, да? На холодную воду и 100 литров на горячую. Да, 200 литров на холодную воду. Но по факту человек может, скажем так, литров 40, скажем так, холодной воды отсидеть и горячей потратить там литров там 50. То есть у него по факту, если вот такие вот вещи будут твориться каждый день, то он в месяц должен в два раза меньше заплатить за горячее водоснабжение и буквально чуть ли не в 8 раз меньше заплатить за холодное водоснабжение. Если это поставлено на счетчик. Ну, давайте вот я расскажу про фактически наши цифры, которые у нас сложились на нашем фонде. Управляющая компания «Прометей» обслуживает 20% всего жилого фонда на территории нашего города. И у нас 21 дом, которые перешли на дистанционный съем, где поставлены, установлены как раз вот счетчики, так называемые «умные». 7 домов – это новостройки, где застройщиком был «Прометей». Все остальные дома – это вот как раз те пресловутые КПДшки. Что по факту происходит? Норматив – это 6 кубических метров на человека в месяц. Фактически люди потребляют в таких домах около 3-2,5 куба в месяц на человека, то есть это почти в два раза меньше, чем норматив, установленный по холодной воде. Ну и ровно такие же примерно цифры говорят о горячей воде. Что касается электрической энергии, вот по 7 домам, есть у нас аналитика новостройки. Электрическая энергия, она зависит… Норматив разный, дифференцирован. Ну, в среднем это 140 кВт-часов на человека в месяц. По факту получается около 90-100. В чем преимущество у населения? 30% потребителей наших либо забывают передать вовремя показания приборов учета, либо куда-то выезжают и так далее, ну, по каким-то объективным причинам, да, не могут передать. 5% – это те люди, которым все равно, какие у них показания, они вообще не платят априори за коммунальные услуги. Те, которые устанавливают магниты и так далее. Вы считаете, что их так мало, 5% всего? Ну, это самое злостное. Нет, это, конечно, цифра такая, она мигрирует. К 30% добавляются, да, то появляются какие-то жизненные обстоятельства у людей, они могут погасить долг. Но 5% – это вот те стабильно, которые совершенно невозможные к взысканию долги, как правило, управляющих компаний. Это с точки зрения потребителя, реально человек может оплатить то, что он фактически потребил. Правила как предполагают? Забыл передать показания? Сначала начисляются средние показания, а потом переходят к нормативу. А потом уже, если это в течение длительного времени, насчитывается повышающий коэффициент. Полтора раза платит человек больше, чем даже по нормативу предусмотрено. Естественно, такие дома, вот эти 21 дом, люди оплачивают то, что они потребили. Никаких по факту, да. Никаких других санкций к ним не применяется. Ни повышающих коэффициентов, ни средние. То есть все время идет фактическое начисление. КПДшки прозрачно. А в целом, что для управляющей компании? У нас всегда по тем домам, особенно КПДшкам, есть дисбаланс. В плане по прибору учета для водоканала мы платим одну сумму с населения. От того, что люди не вовремя передают приборы, где-то они не установлены. Всегда мы собираем меньше. В целом, по году по одной такой КПДшке около 100 тысяч убытков несет управляющая компания. Ввиду того, что, ну, во-первых, многие забывают передать до вовремя, некоторые ставят магниты и так далее. У кого-то выходят приборы учета, потом погрешность у индивидуальных, она больше, чем у общедомового прибора. И норматив на общедомовые нужды, он незначительный, невысокий. Но когда его вводили, предполагалось, что управляющие компании будут следить как раз за тем, чтобы этого дисбаланса не было. И вот первым этапом для того, чтобы выровнять и не тратить управляющих компаний один источник, это платежи населения, получается, в конечном итоге несет убытки управляющих компаний, которые завязаны с потребителем, это убытки потребителей. Мы бы могли сделать намного больше в плане своих мероприятий, а вынуждены платить ресурсоснабжающим организациям вот этот вот дисбаланс. Вот две стороны медали. С одной стороны, это выгода употребителей, которые реально оценивают свои затраты. Второе, это выгода опосредованная, когда управляющая компания не несет убытки. Понятно, что это дело затратное. Есть несколько источников внедрения этих умных счетчиков. Это может быть средство капитального ремонта, закон предполагает, что... Пока предполагает. Да, субъект может решить и расширить перечень обязательных мероприятий, да, по капремонту проводимых. И второй источник, это повышающие коэффициенты, которые начисляются тем потребителям, которые вообще не установили приборы учета никакие. К сожалению, таких достаточное количество. Люди продолжают платить. Ну, может быть, от того, что тарифы на холодную воду не такие большие, как на горячую, там, и тепло. Ну, и не озадачились вот такой проблемой, чтобы минимизировать свои платежи, не устанавливать приборы вообще. Товарищ Жириновский, я еще раз говорю, совсем недавно делал громкие заявления на основании заявления Игоря Артемьева, руководителя Федеральной антимонопольной службы, который говорил, что... Он говорил, что население переплачивает за услуги ЖКХ в два раза. Из ваших цифр оно так и выходит, да? Но это же не означает, что тариф завышен, тариф, который устанавливает... Тариф, он экономически обоснован у ресурсов, мало того, что у нас практически на все виды услуги есть дотация, субсидия для населения. Но есть вероятность того, что вот платы за потребляемые коммунальные услуги можно снизить в два раза. Все предпосылки к этому получаются... Конечно, если установить прибор учета и платить... Сейчас давайте мы прервемся на короткую рекламу, да, и еще раз вот этот... Очень такой... С этого момента переплачивать население в два раза за коммунальные услуги мы и начнем второй блок нашей программы. Реклама прямо сейчас. И буквально с уровня, извините, управляющей компанией Прометей, Альтаир, других энергосберегающих технологий, ну, скажем так, с локальной точки, мы в конце первого блока перекинулись на очень громкое заявление руководителя федеральной антимонопольной службы, который заявил, что население переплачивает два раза за услуги ЖКХ. И следом его подхватил всем нам хорошо известный Владимир Владимирович Жириновский, который сказал, что давайте им вообще год не будем платить, поскольку, ну, получается, тарифы завышены. Ну, завышены ли тарифы или нет? Ну, так однозначно говорить тоже нельзя, да. Соответственно, при регулировании, например, учитывается нормативное потребление, да, согласно которому устанавливается тариф на ту или иную услугу, да. Соответственно, если происходит оприборивание, вот цифры привели, да, что у них, допустим, у потребителя происходит снижение, потому что относительно нормативов потребитель потребляет меньше, да, например. И при регулировании то же самое. Если произойдет стопроцентный переход на приборный учет, будут фактически данные именно, сколько, например, если мы говорим о воде, сколько поднято воды, да, сколько распределено в сети, сколько потреблено, да, по каждому прибору учета будет, да, тогда будет регулироваться именно и по фактическим данным, и тариф будет устанавливаться по факту, да, оказания услуг. Тогда постоянные затраты вот ресурсников, они будут распределяться именно на фактическое потребление. И, как правило, переход на приборный учет, он предусматривает снижение полезного отпуска для предприятия. То есть тариф в любом случае, он как бы варьируется, да? Нет, тариф все равно варьируется, и говорить о том, что однозначно там два раза переплачиваем, такой переплаты-то по факту нету, есть фактически оказанная услуга, ну, по нормативу, может быть, есть переплата из-за того, что человек меньше потребляет, да, но если сделать полный приборный учет, перейти на стопроцентный приборный учет, соответственно, появится прозрачность для регулирования, и тогда будет тариф тот, который именно, ну, должен быть, да. Если вот сравнивать с нынешним... Ну, тут немножко, наверное, вмешаюсь, да, потому что, скажем так, как я представитель энергосберегающего предприятия, мы занимаемся непосредственно экономией энергоресурсов. И то, что перерасход энергоресурсов идет без учета в районе в середнем 50% выше, это факт для нас. Так как мы занимаемся энергосервисом, мы фактически видим ту экономику, которая выводится от фактического потребления, которое сидело у этого потребителя. Ну, и если от этого отталкивается в сторону тарифного регулирования, то, что при уменьшении потребления обязательно должен вырасти тариф, это же тоже не обязательно. Потому что, допустим, смотрим, если все потребители приборятся и сделать энергоэффективное потребление, то есть уменьшили свое потребление, тем самым энергопоставщикам тоже свои постоянные расходы тоже они должны снизить. То есть тариф же не такой, чтобы раз вы плохо эксплуатируете, вам больше давать. Вот в этом плане они все равно смотрят на норматив по количеству персонала, потребление топлива, потери в тепловых сетях. Поэтому вот все энергосбережение всегда начинается от учета, от фактического учета. И учет не просто для расчета, то есть видеть в конце месяца одну цифру, которую вы потребили, деньги заплатить. То есть вот этот учет необходим, должен быть умным. То есть он должен быть не просто конечная цифра за один месяц. То есть мы должны с этим учетом видеть, как потреблялись те или иные виды энергоресурсов. То есть какой-то день, оказывается, больше потребляет, какой-то день меньше, какой-то час больше, какой-то час меньше. То есть и отсюда уже выводя, можем сказать, среднее потребление, уже можно спокойно вывести те дисбалансы, которые происходят, на которых можно уже сэкономить. То есть учет не просто для расчета, имеется в виду, учет должен быть еще для экономики, для анализа потребления. То есть вот тот момент, который мы вчера обговаривали, сидя у Владимира Владимировича другого, в кабинете, вот когда раз в месяц падает экселка с конечными цифрами, это не выход? Это, разумеется, нет, не выход. Это даже не отражение фактического потребления, даже, скажем так. Потому что вот экселку вы когда видите, ну, допустим, скорее всего, вот, Прометей согласится, когда еще не было прямого учета, то, что в конце года, когда раньше тариф увеличился, платежи увеличивались. Когда сейчас тариф у нас увеличивается в июле, в июне потребление увеличивается, наверное, кардинально. Там процентов сколько, наверное? Когда люди, когда нет дистанционного съема, конечно, в июне месяце все завышают свои показания, чтобы заплатить по старым тарифам. Понятно, что это не отражает истинную картину. А вот когда налажен дистанционный съем, когда мы видим пиковые нагрузки в течение суток, мы видим, отслеживаем, когда, например, вдруг по одной квартире резко возросло потребление какого-то ресурса, это говорит о том, что, возможно, произошла какая-то авария, там либо потек, например, унитаз и так далее. То есть можно превентивные какие-то меры сразу же. Но точно так же и ресурсники, увидев, почему энергетики вот так озадачились. Очень много потерь на сетях. Поэтому для того, чтобы регулировать это все, в первую очередь для того, чтобы оборудование работало эффективно у ресурсоснабжающей организации, они вот как раз, эта динамика очень важна посмотреть. Вот, например, по водоканалу. Я, как бывший работник водоканала, могу сказать, что в декабре, в новогоднюю ночь, самые пиковые нагрузки. На износ работает все оборудование, которое на водозаборных сооружениях. То есть люди все готовят, все потребляют. К этому готовились заранее. То есть понимая, что вот будет пиковая нагрузка, будет, естественно, какие-то превентивные меры приняты. Очень важно, вот тут все звенья. Это ресурсник, это управляющая организация, это потребитель. То есть от внедрения учета, получается, все имеют выгоду. Только единственное, конечно, понятно, что это очень затратное мероприятие. Вот насчет затрат мы перейдем, да? Давайте мы немножко еще по технике, поскольку ребята тут собрались технически подкованы. Лех, вы хотели продолжить, да? Да, вот как раз в счет водоканала, то, что сказали, оборудование раньше подбиралось под 31 декабря, когда все моются и все готовят. Ну тут надо подходить к одному. У нас же технология развивается, очень сильно развивается последний год. Ну, последние годы имеется в виду. Тут же тогда уже может быть подход другой к подбору этого оборудования. То есть не надо же вот этот огромный насос, который будет справляться один раз в год в один пиковый момент, и он, как правило, всех снабжающих компаний вот эти оборудования с низким КПД уже получается, когда уже среднее потребление идет от пикового низ, она уже работает с меньшим КПД намного. И вот эти вот такие потери, допустим, вот сидят в наших тарифах. Видите? Они уже изначально заложены? Да, они уже изначально заложены. Виктор у нас молчит, все-таки опыт управляющей компанией «Альтаир». Вы конкретно технарь, конкретно… Давайте вот начнем с очень простой вещи, да? Вот стоит счетчик старый, без диспетчеризации, он чем отличается от того, что называется умный счетчик? Ну, во-первых, тем, что он не дает динамики того потребления, которое потребляет жилец. То есть жилец, он передает раз в месяц, то есть мы не видим, сколько в сутки он конкретно потребляет. Сколько потребляет в сутки, сколько счетчик вообще потребил в месяц. То есть мы можем только примерно судить о том, скрывает он показания, уменьшает или увеличивает, в зависимости от того, как он передает. Ну, нет, вот, допустим, с точки зрения квартиранта. Вот стоит у меня электрический счетчик 97-го года, ну, там, 2007-го года, к примеру. Ну, проходящий там регулярно по ветке и так далее. И стоит новейшая модель там с модемом, со всем прочим и так далее. Во сколько ему разница обойдется вот эта? Ну, если брать прямые конкретные цены, цена буквально из-за радиомодема отличается 500-1000 рублей. 500-1000 рублей. 500-1000 рублей. А, то есть не такие большие. Да, то есть цена не в десятки, не в разы больше, а всего буквально 15-20% вырастает цена прибора. Вот, исходя из тех данных, которые вот коллеги ваши начали выкладывать, у Альтаира какое введение вот этой проблемы? У вас же тоже определенное количество жилого фонда. Мы начали эту проблему в связи с тем, что, как уже сказали ранее, вне приборенных и в тех домах, в которых стоят не с диспетчеризацией, большая разница между тем, что выставляют ресурсники и что мы фактически выставляем жильцам. И чтобы эту разницу уменьшить, сначала была организована группа ППР, в которую я входил. То есть мы занимались систематическим обходом. То есть, ну это опять же неудобство жильцам. Это раз в три, ну не чаще, чем раз в три месяца, не реже, чем раз в год мы должны обходить каждый дом, каждую квартиру. То есть это заказные письма отправляем, уведомления, мы их обходим, обзваниваем. Я прихожу к ним в дом, смотрю счетчики, проверяю, достоверно ли они передают показания. Это опять же неудобство жильцам, то есть в какой-то неопределенный момент к ним приходит какой-то непонятный человек, начинает копаться, там счетчики смотреть у них. То есть если диспетчеризацию ставить, то эти моменты тоже уменьшаются. И главное, что уменьшается разница между ОДН, ОДПУ, то есть общедомовым прибором и тем, что платят жильцы. Опять же, эта разница все равно, она как бы никуда не уходит. То есть то, что управляющая компания теряет, все равно это восполняется за счет жильцов. То есть жильцы, если, например, недобросовестные жильцы, которые уменьшают свои показания, они, грубо говоря, у своих соседей же воруют деньги. За счет соседа? За счет соседа живут, да. Потому что соседу придется платить больше какой-то степени. Либо за счет повышения тарифа, либо за счет какой-то экономии, которую он недополучает, на которую он мог бы сделать ремонт, например, у себя в подъезде или еще что-то. У вас сколько домов подвержено, скажем так, диспетчеризация? Мы только начали это, как бы это послужило мерой к тому, что рано или поздно это к нам придет, диспетчеризация, нас обяжут. И чтобы быть к этому готовы, мы решили как бы сами попробовать, установить в трех домах тестово. Это были три дома на Ларионова. Мы приглашали туда Дмитрия Дмитриевича Садовникова, показывали ему это. И так как это был тестовый пилотный вариант, весь монтаж, оплата программной, приобретение базовой станции, все это легло напрячь управляющей компанией. То есть за свой счет? За свой счет, да, как бы выступили. Но не то чтобы альтруистами, все-таки для нас это тоже выгода уменьшить ЭДН, уменьшить эту разницу, о которой я говорил ранее. Жильцы только оплатили по факту стоимость счетчика с радиомодульом. То есть разница тысячи рублей. На тысячу рублей они больше заплатили, но теперь им не нужно постоянно заглядывать в люк, смотреть счетчик. То есть они установили и забыли. Вот пакет вот этот для жильцов во сколько обошелся? Вы так понимаю, вы заменили водосчетчики и электросчетчики? Мы заменили водосчетчики, заменили электросчетчики и заменили теплосчетчики. У вас теплосчетчики тоже стоят? Да, там стоят дома с горизонтальной разводкой. То есть в каждую квартиру заходит отдельная ветка. То есть не один стояк общий, по которому, а в каждую квартиру отдельная ветка. То есть есть возможность ставить теплосчетчики. Теплосчетчики там стояли от застройщика, теплосчетчики обычные. И плюс проблема была в том, что эти счетчики считали в джоулях. То есть жильцы сами по своей формуле переводили джоули в гигакалории. То есть каждый по своей формуле. И в связи с этим тоже возникала большая разница. Этим тоже отличается. Ладно, джоули в гигакалории, это не самая, наверное, большая проблема, но опять же, старик 75 лет, который покопается и будет пытаться переводить кило джоули в гигакалории, давайте сразу после рекламы мы еще раз вернемся в технику, потому что Виктор упомянул очень важную деталь, вертикальная разводка. Виктор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Виктор субтитров 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 А.Егорова отдал именно вот этот отопительный прибор, радиатор, конвектор, регистр, любой. И тем самым получается, он учитывает то, что в этой квартире потребилось именно сколько-то тепла. Считываются вот все эти радиаторы, и с каждого радиатора привязываются через программу управляющей компании. И будет высчитываться на каждую квартиру. Еще раз, тогда кто потребил больше, платит больше, кто потребил меньше, тот платит меньше. Вернемся к расположению квартир. Да, соответственно, данный способ технически возможно сделать, но наша республика является, как сказали, холодной республикой, холодным регионом, соответственно, очень большое потребление тепла происходит. И, как правило, допустим, средние квартиры, особенности в новых домах, иногда отключают радиаторы, да, что дом теплый. За счет потерь, за счет потерь, за счет соседей, грубо говоря, дом, ну, в квартире тепло. Поэтому прибор отопления отключают, и говорят, что вот, ну, практически тепло не потребляют. Но при этом соседние квартиры, вот крайние, да, торцевые, так называемые, они потребляют больше. Если вот, допустим, учет делать таким образом, да, средние квартиры не будут потреблять, а крайние квартиры будут потреблять гораздо больше, да, за счет потерь, за счет наружных стен, плюс отопление соседей, ну, по внутренним стенам. И на данный момент это является несправедливостью, да, потому что, опять же, это вызовет социальную напряженность. И к этому моменту мы, ну, скорее всего, подойдем, но на сегодня вот есть определенные такие проблемы, которые нужно обдумать, которые нужно обсудить и так далее. Нет, почему? Пока 354-е правило не поправят, вот раньше было такое постановление, которое как раз учитывало коэффициентами корректировочными. Для угловых это 0,9 был, а для срединных это 1,1. То есть к тому потреблению применяли коэффициенты разные, чтобы как-то это привести. А 354-е сейчас они не учли наших особенностей региональных. Там есть формулы, которые распределяют зависимости от общедомовой и так далее. Она сейчас такая громоздкая формула, но вот таких коэффициентов поправочных нет, к сожалению. То есть те давнейшние постановления она уже перестала быть актуальным. Действует сейчас 354-е правило. Это вот законодательно пока не поправится. Дома с индивидуальным отоплением. Там же стоят счетчики и люди крайние, средние, они же не делятся, они стоят оплачивают. Ну согласитесь, что это же несправедливо. Но это тоже тепло. Понимаете? В виде газа. Да, в виде газа. Да. Да, с этой точки зрения правильно говорите. Ну вот 354-е сейчас позволяет устанавливать, допустим, индивидуальные приборы. Но мы же также ожидаем внесения изменений в жилищный кодекс. При этом у нас это влияет также и на начисление. То есть могут стоять индивидуальные приборы, но у нас правила оплаты происходят равномерно. 1-й, 12-й. Мы в пилотном городском округе, городской округ Жатай отдельно законодательно приняли решение о том, что у них расчет идет в соответствии с приборами учета. Потому что они уже к этому шли очень долго. Вы знаете, что Жатай довольно-таки в плане энергосбережения он продвинулся очень далеко. и сейчас население уже фактически оплачивало по приборам учета. И отдельно для Жатая на сегодня внедрена отдельная система именно по факту. А на всей остальной территории у нас оплата происходит равномерно 1-12. Но справедливо если ради замечу, что на этой неделе руководитель одного из крупнейших российских фондов господин Цицын посетил наш город. На данный момент пока его нет. Мы пишем программу во вторник, но на этой неделе ожидается. Еще один энергоэффективный квартал в районе трехсосин. Это получается по Вилюйскому тракту за Растором. Он в принципе уже приобретает какие-то видимые контуры. По теплу все-таки вы сказали что у вас стоят теплощетчики. Есть субъективное мнение того, что у кого теплощетчики те платят больше, чем по нормативу. Так ли это? Нет, это зависит опять же от потребления, от местонахождения квартиры. То есть в этих домах по нормативу еще нужно учесть то, что по нормативу вводится повышающий коэффициент при отсутствии счетчика. При возможности установки, но при его отсутствии повышающих коэффициент в полтора раза, как уже показали ранее. То есть в любом случае по нормативу получается дороже, чем человек если... В любом случае? В любом случае, да. В любом случае. То есть не соответствует. Это чисто техническое... Вы подтверждаете компании, которые сидят на приборине, вы подтверждаете того, что быть такого не может. Лев, тоже подтвердите, да? Да. Быть такого не может. Если честно прописанное количество прописанных равно количеству проживающих. Иногда уже бывают очень недобросовестные собственники, когда прописан один, но живет пять, естественно, выгоднее платить по нормативу даже с повышающим коэффициентом. это мы сейчас говорим про тепло. Да, если про тепло, понятно, а про другие ресурсы, конечно, тут вопрос такой двоякий. Мы все плотнее и плотнее возвращаемся к институту прописки, она становится, вроде бы отменили, потом обратно вводят, сейчас даже вот эти ПТКО и так далее от количества прописано. Ну, друзья, все-таки реалии времени, наверное, просто вот как Лев правильно говорит, ни о каком энергосбережении человек не может говорить, когда речь касается каких-то больших социальных, вот наша студия, да, потребляет энное количество, допустим, геоколоний, никому нет дела. Когда это будет касаться его частного дома или квартиры? Индивидуально. Индивидуально. Когда он будет идти платить РКЦ определенные деньги, вот тогда его будет забудить. А какие там, интересно, какая там разводка, какие там счетчики, когда они снимают, когда подают и так далее. Вот эти все аспекты, еще раз говорю, людей касаются во время тогда, когда их собственного кошелька касается. Поэтому, наверное, перейдем, за счет чего вот этот банкет возможен, за счет чего возможна установка приборов учета? Давайте мы в третьем блоке начнем, в четвертом разжуем это более-менее. Ну, законодательно это собственник, однозначно, да, но на сегодня это обязательство переведено в обязательстве ресурсников, которые обязаны установить такие приборы учета и предъявить соответствующие счета для собственников. Ресурсников. Но у ресурсника одна правда, я поставил вам более навороченный счетчик, и давайте я за счет тарифа отобью свои денежки. Но газовикам же запретили это делать. Ну, насчет газа не скажу, но вот эти затраты в тариф не включаются, это ресурсник должен предъявить отдельный счет именно потребителю. Это единовременная выплата. Единовременная выплата. Хорошо, давайте в четвертой части мы еще раз более детально разжуем, как же население может обрести вот эти новые современные умные счетчики. Увидимся сразу после рекламы. Тогда и проблем не будет. У нас очень жаркие споры, еще раз говорю, мы же северные люди, и вот на этот же менталитет можно списать нежелание многих жильцов, скажем так, прогрессировать. То есть, если понятно новостройки, вот Любовь как раз представитель строительной компании, мы со Львом вроде бы как тоже коллеги в области строительства и представляем более продвинутых застройщиков, которые уже изначально ставят диспетчеризованные, а ЭП-капитал имеется в виду, уже на трех объектах предусмотрены вот эти умные счетчики, но Виктор говорит 60 минимум процентов, это он... Порядка 60 процентов, это средняя сумма, конечно же, не точная, где в каких домах больше, где в каких-то меньше, но часть жильцов выступает категорически против этого, потому что это опять же переплата, где-то он... ну, где-то, будем честными, недобросовестные жильцы, то есть они понимают, что с диспетчеризацией они не смогут скрыть ту часть потребления, которую они вот могли бы скрывать, не будь этого. А что у них там, цех по разливу воды, что ли, стоит, что они пытаются скрывать? Я понятию не знаю. Ну, вот я не знаю, есть даже обучающие ролики на ютюбе, как сэкономить буквально там 10 литров в месяц, то есть это по сути копейки, но жильцы ради этого идут на всякие изощренные методы, там, чуть ли не по капле сливают там в ванной, то есть бывает даже до такого доходит абсурда. Это маразм. Ну, как? Маразм. Я еще раз говорю, мы же вошли в пилотный проект «Умный город». Я всегда задавал вопрос, у нас ЖКХ готовы помнить или нет? Предприятие ЖКХ, еще раз говорю, они готовы, они не то что готовы, они уже умны. Мы уже предлагаем. На сегодня, да, вот город Якутия является пилотным городом по оригинальному проекту «Умный город». Соответственно, в этом большом проекте есть очень большое, так сказать, основное направление, да, это «Умная ЖКХ», задачей которой является вот диспетчеризация полная, оприборивание, то есть цифровизация ЖКХ в городе Якутске. До 2024 года мы должны на территории города Якутска вот внедрить вот эту всю систему. Для этого должны оприборить вот это все, да, потребление всех энергоресурсов и выводить его и на ресурсников, и на централизованный диспетчерский пункт, который будет в онлайн-режиме контролировать все ресурсы потребления, да, то есть это даст оперативное реагирование на аварийные ситуации, там и так далее, и отслеживание качества оказания услуг, то есть там вся температура будет отслеживаться, будут считываться потери, там и так далее. Это даст прозрачность потребления и прозрачность установления тарифов, потому что когда все будет видно с начала до конца, то, естественно, это будет удобство для потребителя. Среди аспектов умного города это безопасный город, это умный транспорт и так далее, вот ЖКХ какую долю будет занимать? Ну, порядка... Львину, наверное? Да, минимум одну треть, ну, в целом же цифровизация происходит, да, всего городского пространства, в этой доле вот именно городское хозяйство занимает основную часть, да, ну, городское хозяйство имеется в виду дороги, светофоры там и так далее, да, и вот умное ЖКХ, оно является вот таким тоже основным направлением, у нас уже сформирована рабочая группа, как бы проектная команда, так сказать, да, туда входят вот предприятия, которые занимаются этими новыми технологиями, а также вот представители органов исполнительной власти, да, города Якульска и так далее, и мы должны сформировать такой пакет проектов, которые дадут именно достижение этой цели, то есть, оприборивание, то есть, к этому проекту будут участвовать абсолютно практически все, то есть, все управляющие компании, ресурсники и так далее. Задача министерства нашего это координация и достижение, ну, обеспечение достижения результатов по цифровизации ЖКХ в городе Якульска. Как нам победить менталитет, товарищи? Вот, есть менталитет пожилых людей, да, это консервативный очень менталитет, который, ну, Да, которые считают, что у меня стоит счетчик. жили и жили все, да? Жили и жили. Вот, почему вдруг в мою квартиру, грубо говоря, там должны вот внедряться чуть ли не вот с такими вот цифровыми технологиями. То есть, они считают, у них есть счетчик, он работает. Мало того, счетчики, они должны проходить поверку. У каждого счетчика есть межпроверочный интервал, там, 4 года, 6 лет, неважно. То есть, но они считают, что если счетчик стоит и он крутится, то он уже сам по себе исправен. Но по истечению вот этого межпроверочного интервала, он обязан проходить поверку. И поверка производится, ну, сейчас, по крайней мере, за счет собственника. это разъяснительная работа, естественно, должна происходить. Если вопрос возникает, за счет чего это все будет происходить, мы, как знаем, начинают работу повышающие коэффициенты, повышающие коэффициенты. Ну, повышающие коэффициенты. как один из вариантов. Потом второй вариант, у нас программа переселения начинает работать, это новые стройки. То есть, все новые стройки будут предъявляться требования к новым стройкам, что они должны быть диспетчеризированы. То есть, это законодательно можно сделать, то есть, в рамках программы переселения тоже, да, можно предъявлять требования к приобретаемым жилым помещениям, что у них должна быть диспетчеризация и так далее. Потом, это средства ресурсников, как мы ранее отмечали, да, мы также вот примем соответствующие меры для того, чтобы появилось ну, обязательство ресурсников для того, чтобы их оприбуривать. И мы должны обеспечить соответственно, ну, как бы, республика должна обеспечить центром обработки данных, то есть, это огромный поток информации, который должен где-то аккумулироваться. И центральный пульт, который будет все это вот, ну, консолидировать. А как же разнощение? Я вот сталкивался, допустим, с двумя, скажем, биллинговыми системами. Там дом онлайн, там и еще что-то, да, разнощение-то идут на ура. То есть, один показывает одно, другой показывает другое и так далее. Вот это вот унификация всего, когда произойдет все-таки? Плавный переход идет. Если мы на сегодня уже имеем лицевые счета, да, ну, у людей, да, соответственно, раньше у нас такого вообще не было. Если мы говорим о тепле, да, допустим, о потреблении тепловых ресурсов, это было, допустим, потребление на уровне ресурсника, да, населенного пункта. Потом плавно перешли на отдельные объекты, то есть, социальные объекты, многоквартирные дома и так далее. Сейчас уже переход осуществлен на уровне лицевых счетов. То есть, есть лицевой счет по квартирной и так далее, который дает значение по потребляемым ресурсам. Естественно, где-то указывается, нормативно, естественно, где-то указывается. Объединяет же система ГИС-ЖКХ, обязанность есть и у ресурсников, и у управляющих компаний выкладывать свои лицевые счета, нумерация, соответственно, идет вот в этой системе. Вообще, идея системы, она была очень здравая, когда, например, регулятор, это Госкомценрек, мог бы формировать отчеты в целом по субъекту и видеть общее потребление. Но, к сожалению, не достигли еще тех целей и задач, в развитии этой системы, а, в принципе, инструментарий есть, он должен просто развиваться дальше, Минсвязь шагами идет, все равно, вот, наша компания полностью, стопроцентно, у нас около 16 тысяч лицевых счетов, все начисление, у нас все ежемесячно выкладывается в эту систему, то есть, любой потребитель, зарегистрировавшись в личном кабинете, может оплатить, посмотреть, написать претензию и так далее, то есть, это хорошая система, просто ее надо рекламировать, она работает, она живая, но единственное, чего нет, это вот как раз той отчетности, которая предполагалась, которая бы помогла в целом отслеживать городу, субъекту, по совокупности всех ресурсоснабжающих организаций и управляющих, но за этим будущее, надеюсь, что придется. Ну, как раз вот эти счетчики, вот они будут обеспечить правдоподобность этих данных, с которыми необходимо надо будет оперировать. И вот эти счетчики еще можно разделить по передаче данных, есть проводные, есть беспроводные системы, есть с общим выходом из передачи GSM, есть радиомодуля, ну, допустим, в новых домах, когда дом только строится, возможно поставить даже проводную систему, а в старых домах, там где нет возможности проводки, ну, проложить проводку, там можно сделать радиосистему, ну, хотя радиосистему намного сейчас технологии пошли очень тоже далеко, есть очень хорошие технологии, которые там, Лорован, ЛП-1, эти системы, которые позволяют в масштабе города собирать все эти данные. А то есть определенные, скажем так, базовые станции стоят, которые собирают с огромного количества просто счетчиков, которые... У нас уже эти базовые станции уже работают, функционируют, и у нас уже есть новые объекты, в которые уже заложены вот эти и будут внедряться. И также есть уже реализованный проект, который стоит с элементами умного дома Клары Цеткина. Там, правда, сделали на технологии фирмы «Саврос». Технология тоже неплохая. Российские, по-моему, производители. Да, разумеется, российские производители. Тут, наверное, скажем даже так, будем больше кланяться к российским производителям, так как, что ни говори, это информация, которую необходимо защищать. Если, допустим, это будет обмен информацией, заложенный где-то иностранными фирмами, это, конечно, не так безопасно. В общем, допустим, при переходе на общие масштабы города, это уже, как говорится, безопасность общего масштаба даже города, республики, можно даже так сказать. Это экономическая безопасность. Не только экономическая, самая общая безопасность жизнедеятельности. Есть добавив, что, Виктор? Ну, разве что по умным сетям, Лорван, это не только, вот, есть такое заблуждение, что вот Лорван и вот эти вот сети, вообще, ЛПван, они только для учета. Это как бы их, можно сказать, веха основная, но также они учитываются и в медицинском трекинге, это и GPS, ну, как альтернатива GPS, детские браслеты, там, чипирование ошейников, домашних животных, транспорта, GSM, ГСМ, то есть, автобусы, то есть, трекинг, это обширная система и она дешевле, чем сотовые сети обходят. То есть, вы можете данные не просто получать, вы можете еще отправлять команды. То есть, это фундамент умного дома даже. Определенные несущие шины, скажем так. Давайте, у нас буквально заканчивается эфир, я еще раз говорю, очень много нюансов, то есть, к жильцам, если вы хотите меньше платить, вот, как говорили, нужно присматриваться ко всему. Какая схема разводки у строителей? Есть строительные компании, которые изначально встраивают умные счетчики. Нужно посмотреть расположение. Есть более выгодное расположение квартир в новостройке, которые позволят вам в будущем экономить. Нужно присматриваться к тем компаниям. Слушайте, давайте, вот, они внедряют умный технолог, они уже готовы к, скажем так, регулируции 20-24. Все-таки цифра вот эта 20-24, она звучала сегодня не раз. И в плане переноса вот этой реформы, да, и в плане того, что в 2024 году мы в рамках программы «Умный город» обязаны будем оприборить все это. За этим будущее. Будущее уже наступило. Жить вам будущим или нет, решать вам. Увидимся через неделю.